так всем здравствуйте с вами геракл записываю на 100 играем 4 стола в хобби игроки темно-синего цвета король х и уже будем зваться с дамами ставили 6 бб получили трикола это это понятно гк манки чё-то коллируют он под хобби игрока коллируют спайра 1 но это 4 в это не хедзап так начал сквизит стеки столбовая а вот за 26 не будешь заходить ну кулер то кулер этот ничем не поделаю чел зачем-то еще пушит неплохо и этого тнл 100 чел по статам плюс-минус выглядел адекватным 23 на 14 ну правда рук мало извиняюсь если буду кашлять я с этим ничего к сожалению поделать не могу почему час вот как раз самое афишное время как вы можете видеть не синенькие товарищи тактус 5 с наверное разыграем так чел чел нот есть open race 30 бб утг и выкинул на пуш неплохо ну интересный флоп чек рейзи тут смысла мало мы все блефы выбьем тут же он пустой был мы поставили полторы x over bad надежды на то что у него все таки есть там узик или какой нибудь была в кетчур типа дамы короли валет им 10x он с уфан ту шоу дауном за 30-ку думаю оплатил бы мой овербет и хобби игроки любят хероколить очень на вот это напишу наверно но про то как он разыграл вот это скорее всего тоже хобби игрок но просто статов на него нету пока особо чекали бихайнд флоп калировали терн будем калировать очевидно ривер пил сам себе вы любите нормально так ну за таким столом я думаю должен открываться таким должен сквизить открывается достаточно оба сквизить все окалирует хобби игрок вот эти колы сквизов нет конечно у меня тут горшот но все нехорошо но тут либо ставить орны пушит ривер либо не ставить вообще я на самом деле даже за второй вариант большой сайзинг сквиза зачем-то мы в 100 баба дипах нет никакого смысла 15 максимум 13 и по 12 либо 12 ставится стоит ну если там конечно есть блеф хоть и нагнув смысла полифовая часть но туда одной улице мы никогда не заберем нужно пытаться выбить типа даже дома x возможно иногда выкинем но сложно а между дома x и валетами там и десятками особой разницы нету это все блофкетчеры ну короче такое чел коллит сквиз без жирного хобби игрока этот хобби игрок не жирный тузыкс и мы все равно тут не выкинем карманные пары тоже ну вот эти совпадения тоже это шоу даун у чувака под 40 так валет дама две пары будем чек колить чек рейзить мы такой борт не можем болт на цб ту товарища 80 но падает идеальная карта да я тут одну улицу поставлю чекну на риве чел чекал тузану ладно чушь доехал доехал мы все что могли сделали так а там с чем чел не блефовал за первым столом она у него сильно было король сфд так пошло пиковое дро я тут его ставку заколирую просто ну либо сам поставлю и чекну без доезда у нас еще шедевая против всяких валет 10 так что у нас есть 78 пойдем себе с лифт ребятов против хобби игроков пока я без позиции вот сейчас бы я бы его потреблять а нет но сейчас бы заколировала потому что после меня еще два товарища но если тут сидели и шереги и он открывался я бы поизолировал бы его сам но без позиции непонятно как он там будет реагировать так тут вроде и хочется всех запустить а вроде бы рука и слишком сильная и хочется и сыграть в хэдзап поте погранична между колом и и за рейзом разномастная всегда из-за рейз а вот одномастная можно и подколоть было ну я думаю что товарищ с клубом 60 и так достаточно часто заколирует даже 9 блайндов ему особо плевать вот такой борт миллиард полдэквити против девятых десяток мы еще можем усилиться но на всякий чек мин рейса вы выкидываем очевидно хобби игрок с фолдом на cbet 70 я не думаю что будет блефовать достаточно часто по крайней мере чел 170 рук первые вот ребят будем верить разномастную мачи видно фолдим просто что-то чел все таки типа ряга да кто то возможно ну да он ни разу не лимпил за 50 рук тут я в позиции на какого-то братишку чем уйдем с четвертого давайте туз 2 по туз 5 это 3 бет более сильный туз и колл вот тут 125 бэба тип такой борт даже откажемся от сабата я думаю что поставим уже две улицы мы тут не только туз король изображаем валет десять девять восемь я тут размышляю над размером ставки все таки нужно в большую ставить с королем я буду ставить большую ставку потому что у него тут миллиарда двух пар овербет все таки не стоит ставить это уже тут слишком да потому что весь его спектр тут из двух пар ну либо к x либо две пары все так тут мы против двоих вот этих обе игроков так что фигачим и на фишерега пофигу если только он коллирует мы вне мы вне супер но теперь он часто выкидывает к x фдшки точно выкидывает вопрос 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 выигрыш на вскрытие ноль блеф блефовал товарищ отлично за чем-то блефовал так 57 давайте изолировать и пофиг что у него 40 блайндов 57 играется суперски тут чел открывается мало но cb тит 11 и после этого думаю чекфолдит после того как он короче если и не попадают он всегда чекфолдит окно против этого товарища мы одну улицу проколируем тут я закол колел то есть 9 и потому что вот этого товарища колупен под 70 а под него еще и вот этот заколирует будет мультивей так ну в сотовой поте мы ничего не делаем тут тут десятки чел не сквизил ну ладно чё проиграли десяткам не проблема а нет тут все правильно что то я не поставил его т.г. дофига этих стрейтов изображать не могу да у меня тут восемь часов в т.г. практически нету обе игрока будем трипетить отлично он выкинул в прошлый раз так же я его за трипетил он заколировал и на мой цбет было по восемь блайндов он тупо запушил весь свой стэк ну чё это с вот такими товарищами мы хотим играть и с вот такими мы хотим и с вот такими с вот такими так это 20 на 9 из тайваня неинтересный это тоже хоть он и дурачок но мы на него без позиции больше он вряд ли нам заплатит в эту сессию у меня такое подозрение ну ничего мы подождем пока вот этот не закончится у него еще 26 блайндов так ну хобби игрок со в пипом 100 видимо все сейчас манки в него запушат нет он блефовал хобби игрока с чем с гатшотом с гатшотом что что это было м это было 79 это какая-то чушь была гк манки вместо того чтобы взять и заколлировать он исполнить без фолд эквити решил ну товарищ да с восьмерками мы чекфолдим не стоит переоценивать cb это даже если это одномастный борт потому что вы получаете один колл от пешенита и вы в заднице не можете не баррелить а потому что ему без равенства что вы там изображаете нац флаш он вас по любому флашу будет вскрывать там короче нетовые фиш так может есть на что заменить а 1 я встал пока в очередь но в принципе есть на что почему бы не заменить тут показывает что полэрс флоп 2 но я точно знаю что это фигня вот квай гай видимо только сел вот этот видимо только сел с полным стеком сидит так что сейчас раскачегарим этот стол у мини рейс ну что это ну куда ты пушишь на мини рейс мак ты просто колл сыграть ну вот так вот так вот челы переигрывают и пофиг что у тебя топ сет там сто раз и ста флаж сто раз и ста смотришь ловишь спарку все я тут не хочу чекаться такой рукой без бубнушки вопрос в том что он делает на ривере вот тут я знаю что он меня флотит супер широко ну да вы понимаете да ну да вместо того чтобы поставить например овербет терна ну либо очень плотно поставить терны мини овербет на последней карте где я выкидываю все практически свои однопарные кайксы он играет вот так вот ну и вообще что там в колл опене делает 5 8 ну ладно так чел любит лимп трибетить изолировать мы его не будем мы тут выпьем дамы иксы тузыксы так что поставим прямо сейчас чекнем терн попробуем попробуем реализовать в фолдэквити у нас все равно нету но устроить не доезжает мы просто выкидываем и бесполезно тут пытаться изображать даму вы получите инстакол по королю так ну мэджик четверка не упала один блайнд мне опять нужно было бы коллировать ну так мы чекфолдим на адекватного размера ставку так хобби игрок откуда из эстонии а ну я сегодня видел и пача из беларуси за всю свою карьеру второй раз о учила там всегда 8x а вот этого да ну там они почти всегда делят на самом деле хорошо что четверкой не упала мне терном я бы упоролся 8-4 у定 это у о так вот я по слабого игрока всегда поставлю меня бакдорки чё-то фолдэквити чё-то где то есть сухой флоп с кучей фолдэквити я против гкк манки все время три бетчу ну смысле лимпую потому что у него фолд на стил адекватный 25 но совершенно неадекватный рейс после лимпа а то есть 5 но на самом деле там уже больше тупо он не понимает то что против него там играешь лимб он совершенно не понимает как против этого играть и изолирует это каждый раз а против адекватных человек изолировать нужно супер аккуратно точно я не знаю но максимум процентов 40 и за рейс так чисто по чуйке точно я не знаю но думаю что не больше 50 процентов точно должен быть из-за рейс а кто-то к сожалению подсесть не успел 10 2 будем фолдить в любом случае так ну если за одно из этих мест потянет хобби крок то это же подсяду очевидно одно из вот этих мест мне нужно чтобы он занял но у хобби игрока сохраняется 92 пип но после меня сидит более менее адекватной гк манки окей сюда мы садимся так либо это чувака есть если у него не было либо это я бы максимум заколировал или даже выкинул но у чувака есть ребят и у меня есть блокер на его value спектр так что неплохо забрать банк на префлопе с каким-нибудь с валетами дамами заколировать узк король для мультипота мало подходит а потому что я если я сыграю колту и open razor часто заколирует и будет мультипот с тузом и королем мы мы много выиграть все равно не сможем но если даже там упадет или туз или короля вот упороть в сет мы все мы всегда можем весь так чел на в летах запушил первый борт выиграл рой не выделил ну хоть поделил так как тут развивался префлоп дефолтно опан рейс 3 этот ставит 15 в него просто 15 с дамами он что-то знает возможно возможно можно можно 5 7 я тут открывает ни в коем случае не буду ну клуб и ну вот это 50 тут есть челк который может блефт репетнуть на паттоне тоже давай чел либо ты изолируешь блайндов 10 либо лимбишь либо фолдишь все иного нету давай о лимб хорошо смотрим ну чё за 6 блайндов я не хочу заходить 57 да ну нет нет я все правильно выкинул это слишком маргинальные споты с большим спаром но и ну то есть за небольшим спаром да я закалировал фопанки было бы уже 25 он ставит 20 на флопе уже а у меня сильной комбинации практически не никогда не будет если фд это у меня фд слабая фд слабая ну садись бы я выиграл да но нет с такими руками нужно чтобы либо банк был супер дешевый либо чтобы уже огроменный а тут он ну самый плохой размер банка для 7 хай я считаю такой средний и фолд эквити особо нету и сильного эквити мы не поймаем как бы ну ладно чушь ну ладно чушь главное играть правильно ну ладно 57 фолд 76 уже все таки колл однодырочные коннекторы нафиг вот такие мелкие а нормальные пришлось бы заходить а плюс 8 и мы за такими столами всегда открываем все от ту за икс мелкие коннекторы нафиг а вот за икс открываем нам нужна дама на ревере так тут мы что мы хотим поставить cb да да наша рука тут нуждается в защите я хочу поставить cb не хочу чекать против слабого такого товарища мы еще раз поставим немного можно было бы даже тут и полпота и качите все равно но да лучше больше было ставить ну ладно один фиг и чекнем я бы чекал на ривере но думаю что не в такой я в такой комбинации 9 иксов сейчас сильно меньше он не 8 икс не 6 икс не выкинет так что это бэтфолд но у него было что-то в типовале 10 видимо да я тупо на терне не добрал поставил слишком мало у него тут супер в игре чем и моя вторая пара сильно впереди этого диапазона нужно было больше ставить ну здесь мы вынуждены заходить 4 вейпот давай чел с кулупоном 100 не зашел в мультивей странно что он мог скинуть 94 vp айп 100 процентов call open что он не завел в мультивей непонятно так выпьем водички так одномастный туз король 10 играбельные руки но одномастный туз против мелкого стека не канает король 10 изоляция даже двоиха потому что у них ну как гакоманки тут будет сильно лузово коллировать ну потому что вот эти тоже всегда зайдут он мультипот с двумя випачами будет играть нет я не буду пытаться тут украсть шедевые начало тут удвоился нет он что-то немножко выиграл ну какоманки встаем в репертуаре мы тут x2 делаем мы тут x2 делаем больше точно не стоит ну и сюда мы поставим cb ты потом будем чекфолдить если не попадем в восьмерку он просто коллирует ну валетов понятное дело мы не выкидывали но там call open 44 пока что может стоит просто сесть чуть поровнее вот так так ну тут мы тоже изолируем восьмерки будем просто коллировать на bb с бет у товарища семнадцать если он ставит большой сайзинг я буду выкидывать но это не совсем прям большой одну улицу придется коллировать если он еще раз ставит я уже буду фолдить наверное так тут в любит один или все таки не фолдить нет у нас увеличены стаки не могу фолдить гардшот с аутами на сет да если б я доехал я бы дон колл сам и он бы валетов не скинул ну в exploit можно было только выкинуть на флопе в дипстэках ну понемножко увеличенных ну если он даже открыл бы свою руку я бы точно также бы сыграл там и так ясно было что у него овер пара примерно здесь у квайгая 800 блайндов а заходит он за 40 то есть он 40 набил 800 молодец да блин Мискликнул Ну сэкономил, ладно Я просто мискликнул Окей Тут мы его 3-бет заколируем очевидно Сэбет у него тупо 83% Но это борт на самом деле наш Дама икс и плюс Нижняя карта это вообще Он сильно подходит нашему спектру Ау, вот это уже его карта Больше Ну я тут Если он сейчас чек колит Я должен пушить ривер Выбиваю король валет Может туз король Короче однопарные руки По идее я должен выбить Да Так, против Михаила Туз валяет этот дефолтный 3-бет В этой позиции Его у ТГ я бы уже не трогал Но в МП не могу не потребитить Он коллирует Ну тут мы по рейнджу в этих позициях Впереди Вот в теории я У Сэми Эту концепцию Заметил В последних вводах Типа Он говорит что если даже Ну в Ребетпоте вы сильно Попереди по спектру Да То То можно увеличивать Тайзинг за бета О Минрейс Это Все О чем мы мечтаем Со 40 Баба дипах Мэджик семерку давай Ну нет Увы И сюда я буду падать На продолженную ставку Просто потому что За 100 рук Это его первый Три беты И в мультипоте Он тут Туз король Например Уже не будет ставить Так что мы Мы заходили только За семеркой Ну либо за тем Что он чекнет И мы Соберем потом банк Но ничего из этого Не произошло Так Наскалирует Челскол Оупеном 45 Он На флопе И на терне Супер пассивный Агрессивный На ривере Он пока что Фолдит На цбет Очень много У меня сильные Бэкдоры Я все таки Склонился В сторону Ставки О Бэкдорчики Пошли Мы продолжаем Ставить Сайзинг Не нужен Нам большой Я хочу Купить Подешевле Если Закроется Я сам Зафигачу Там Овербетом Уже Если надо Будет О Минрейс Меня устраивает Все Короче Минрейс Отк Ну и тут Мы Только Пушить Можем Топ Он Не чекал Бехайн Никакие Сеты И две Пары Что Он Может Делать Да Он бы Тут Испугался И чекнул Бехайн Но Мы Не можем Себе Этого Позволить Упускать 50 Блайндов Сам Раздачу Залил То Что Не поразил Терн А Минрейс Это Очевидно Я На любом Гатшоте Всегда Заколирую Это И не Вэлю И не Защита Что Это Это Какая Это Лажа Ну Тут Хобби Игрока Чего Никто Не Может Раздеть Тут Я И ГК Манки Сидим Че Пока Медленно Дело Продвигается Ну Ладно Так 4-3 В 4 Вайпоте Буду Только Чекать Ой В 5 Вайпоте Только Чекать Мелкие Карты Или Даже Туз Нам Дадут Гатшот По Дополнению Нашей Паре Десятка Нам Не Подходит Ну Если Сейчас Он Например Поставит Один Блайнд Очевидно Мы Заколируем На Любую Ставку От Полпота Уже Будем Сдаваться Легко Вот На Такую Ставку Сдаваться Там Тем Более ФД Еще Лежит На Тебя Рейс Тут Учила Всегда Две Пары Ну Как Всегда Часто Достаточно Две Пары Плюс Так Плохой Столик Второй Какие То Эти Ну Ну Ладно Хавей Гай Еще С Фолдом На Требет 17 Справа Еще Куда Не Шло Но Лучше Я Попересел Тут Без Позиции Буду Ставим Требет Требет И С Вот Этим Выставляемся В идеале Чтоб он Сейчас Запушил Что За Кол Спр Один Часто Должен Выставляться На Любом Флопе Ну Ну Нет Ну Взял И Скинул Классный Сайтинг Требета Больше Чем Две Трети Ну Я Вот Этим Уже Выставляюсь Как Команки Должен Понимать Опять На Борде Туз Ну Ладно Че Ж Так Тут Я Потребетил На Малом Блайде Да Порт Ужасный Вышел И Чел Ставит В Треть Огонь Чел С С Астеком 60 Блайдов Делает Икс Три С Половиной Они Все Красавчики Ну Хоби Игрок Тут Расстроился И Ушел Ну Окей Эй Хоби Игрок Ты Куда Ты Куда Пошел В Сит Аут Не Ходи В Сит Аут Не Интересно С Нами Играть Гораздо Веселее Я Против Г Команки Даже На Тузом Борде Должен Часто Чеколить Ну На Таком Я Именно Против Него Вообще 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 Плохо Себя Чувствую Блин Хочется поменять столик Видимо Первый Нужно Менять Даже в 4vs Valet High FD Я поставлю Натер Уменьшу Сайзинг Так Ну Тут Еще Товарищ С Пипом 42 Нормально За Четвертым Столом Так Ну Ладно Нужно Заменить Все Таки Столик С Квейгаем Хоть Хобби Игрок Но Че Медленно Слишком Закатывается Тем более Есть На что Заменить Вроде Как ГК Манки Игрыш На вскрытии 52 И VVSF 52 Так Ну Это Скорее Хобби Игрок Вот Этот Ну Я Только Сел И он Ушел Опять В Сит Аут Что За Фигня Так Ну Чел Сейчас Походу Закатается Если Не Переедет На Сот Кин На Такой Садин Кин Должен Даже Деф Обязательно На 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 Более Низких Лимитах За Фолд Ну Чуть Повыше Была бы Червушка Я бы Чек Рейзил Так Можно Отдать О Вот Это Вроде Как Нормальный Товарищ СПР1 Че Ты Думаешь Если У тебя Вэлью Рука О Теперь Вэлью У него Там Всегда После Чека Флопа Остается Только Туз Король Да Прилетают Оллин Панк Забирается Одномастный Король Дама Неплохо Так Тут Квэг Гай Кто-то Еще Подсел Ну Тут По Мультивей Я Заходить Буду Нет Но Почему-то Он Не Калирует Что там За Раздача Ладно Эппл Джек Нас Трибетит Но Против Котов У него Тупо Супер Русский Спектр Там Он Практически Без Без Блиф Трибета Адекватный Спектр Я бы За Трибетил Конечно Что за Фигня Я пропускаю Все Столы Га Команки Не парятся Полупенит Всю Колоду А Че Ему Париться Там Как отметить Квей Гая Я все Таки С ним Скорее Не Хочу Играть Поэтому Так Будет Вот Как Определить За Какое Место Меня Посадит О А Вот Это Место Нормально Так Начал Тут Быстро Закончил С Катшотом Запушил Неплохо Против Двух Пар И этот Хобби Игрок Сидит Сита У Те Че Такое Ну Я пока Что Я думаю Скоро Заканчивать Сесию Но Из-за Вот Этих Товарищей Не Могу Посидим Пока Че Че Делать О Хобби Игрок Подсел Из Австрии 80 ББ Стэк Я только Подсел Сейчас походу Тут Хобби Игрок Закончит Что за Невезуха Нет Ни голоса Ни слуха Если ему Не доедет Конечно Доехала Нормально Он не закончил Это Это Тоже Так Себе Товарищ Кри Кри Не Прям Хобби Игрок Такой Полу Фиш Давай Гордий Выходи Сет Ауто Ауто Просто За столом Вот этим Нужны Стартеры Из рейза Можно Фигачить Огроменного Размера Сильными руками Поплайн В 10 У Гагаманки Тут Клуп Широкий Так Так Столик У меня новый Не нужен Никакой Стрейд Еще Опять У товарища Красавчик Набивает Чашечки Это Хорошо Если Хобби Игрок Набивает Чашечки Так Туз 9 Я буду Открываться Если он Откроется Буду Фолдить Просто Открываться X3 Потому что Вот это Широкий Кол Кол Опен Фолден Цбет 80 Соответственно Я хочу Забрать Фот Больше Ладно Цбет не удался Забирай Там Там Всегда KX У товарища Потому что Это Мультивейт Не просто 4 3 Погранично После нас Еще Два Хобби Игрока Так что Думаю Из-за Этого И Кол Так Очевидно На 4 Хай Не Стоит Делать Так И Кол Но Опять Вейпот Ладно Практически На Позиции Так У Нас Грубо Говоря Наци Ведро Ха 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 Там Всегда Дама Ха Чего Мы Хотим С Делать Хотим Выкидывать Ну Там Либо Дама Х Либо Даже Овер Пара Или Сет Ну Вот Что-то Из Этого Дипа Зона Дама Х Плюс Увы Не Дал Нам Шансов А Отмораживаться Мы Очевидно Не Хотим Так С С Девятками Тут С Руками От Валета Это Был бы От Валетов Или Или Даже Отдам Это Был бы Точно Чек Так Я Заколировал Из-за Хобби Игрока На ПБ Был бы Сидел Пишерек Восьмерки Я бы Потребетил Я Вообще Без Калупена И Играю Если Открывается Регуляр Ну Если Я В Свободной Позиции Но Если Хобби Игроки Есть Это Все Меняет Очевидно Так Ну Тут Только Отложенный Мы Выбиваем Короля Даму Такой же Всякий Всякую Шнягу 2 3 Мы Не Защищаем Выглядит Будто Мы Должны Дефать Все Коннектор Но На самом деле Это Не Так Нам Хватит Одномас Туз 2 Из Двоек 2 3 Это Уже Так Границей Коннекторы Наверное Одномасные Я Защищаю От 4 5 Где-то 2 3 И 4 3 Это Steel Fold Сейчас Вот Этот Чел Закатается Я думаю Можно Сессию Будет Закончить Мы Уже Даже Больше Часа Играем Я Конечно Дико Извиняюсь За то Что Кашляю Но Уже Я Сильно Меньше Кашляю Так Что Чем Раньше Все Так Давно Не Записывал Видео Захотелось Так Ну Тут Челу Нужно Ставить Плотно Было Вэлью Видимо У него Нету Вэлью Так Короли Остальные Руки Слабо Играбельные Вэлью Стойки Так Это Че Нот Ну На всякий Случай Нот У него Тем более Туз Дама Одномасные Ок Ну Тут В отличии От мелких Лимитов Я заметил Пещеряки Уже Не берут Страховку Потому Что Они Понимают Что это Невыгодно Минус Полтора БП на 100 На дистанции Это Если у них Тем более Финрейт Маленький То Точно Нет смысла Отрезать От него Огроменную Часть А если Финрейт Большой То Соответственно Маленькая Дисперсия И Сотраховку Тоже Получается Смысла Нет Врать То есть В ней Вообще Смысла Нет Либо Вы платите Слишком На много Либо У вас Уже Нет Дисперсии Даже Если Вы Можете Позволить Себе 8-9 Гэдшот Но Увы Из Пекушки Ну Мы Чеком Бехайн Отдаем Банк Не Стоит Переигрывать Пытаться Мувить Так Вот этот Випатч Встал Вот этот Еще Есть Давайте Его Добьем Шестерки Это Фолд Он Не Фолдит На Три Бэты Фолд Какая Манка Тут Слишком Широкий Спектр Вот этого Соответственно Еще Поширше У него Миллиард Узов Икс Ну Ладно Что за Блин Это Массные Борды Тупо Мы Подвоем Не Можем Разделить Випатча Михаил Против Меня Перестал Фолдить На Стил Он Против Всех Фолдит 65 Против Меня Точно Меньше 50 Уже Фолдит Чувствую По По Динамике Так что Мы Против Него Нестили Мэниту Теперь Два Лет 7 Будем Изолировать Лимб Но Лимба Не Былом Ну Да Парадив Котов А супер Узко Забирай Тут Випатч Что-то Ушел Ситау Тоже Уйдем Этот Нам Не Нравится Обе игрок Тупо Наживает Ну Выкини Сейчас Давай Нет Он Не Смог Выкинуть Так Нас Калирует Еще Фишерек Так Ну Что мы тут Можем Сделать Против Хобби Игрока Поставить Дофига И если Вот этот Калирует Уже Выкидывать Если Падает Не Бубнушка Я Овербат Пуш Утерн В Десятку Ну Думаю Что Тоже Овербат Пуш Терн Слишком Много Рук Напладит Пусть Я Не блокирую Он Не 9x Не Выкинет Ни ФД Ни Двухсторонки Так Что Вперед Это с песней Тут В амультипоте Можно было Поставить Но Можно Чекнуть Там 4-3 Там 9 Что-то Делала Давайте Разденьте Хобби Игрока Алло Люди 83 В пип Тут Сидит Раз Два Три Четыре Пять Ну Ладно Четыре Регуляра Но Вот Этот Уже Не Регуляр Игрок Так Тут Тоже Вип Ушел А Он Закатался Один Фикун Ушел 24 Классно 85 Совсем На 86 А уже Дефол 85 Не хочется Чего Слабовато 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 От слова Вата Так Король 10 Против Тараса Тупо Он Открывается 21 Но Ну Что Ну Мы Сквизим Надеюсь Восьмерки Мне хватит Для вскрытия Да Хватило Я тут Даже Без Себета Обойдусь И Чек Фолд Сыгра Вот Так Вот Он Тут Одну Лицо Никогда Не Ставит Либо Ставит Все Либо Чекает Флов Я Очевидно Не хочу Играть На Стэк Был бы Там Менее Адекватный Товарищ Я бы Сыграл Чекол Но Тут Я И Ставить Плохо Могу И Чеколить Не могу Ну Возможно Сатавить Нужно Было Да Возможно Я Поросто Солишком Сильно Устал Да Садил Видимо Чушь Ну Чек Фолд Норм Но Лучше Было Не Выдумывать Фигни И Поставить Плохо 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 Как Как бы мы играли Ставка Флопа Чекол Черно Непонятно Ну Там бы уже Разобрались Короче Пофиг на этого Хобби игрока Заканчиваем сессию Я уже что-то Чисто Устал Это тем более Последняя сессия За день Уже Играю Не идеально Нет Ну Чекфолдом Я доволен Если Чекаешь Что Чекфолд Норм Именно Поротив Него Так Ну Тут Пока у нас Топ Парой Ставим Плотненько Против Хобби Игрока Сейчас Закончим Сессию Посмотрим На результаты Думаю Немножечко Выиграли Хотя Последние Эти Не заходило Ну как бы Могло быть И лучше Ну ладно Давайте посмотрим Ну да Выиграли Там Два с половиной Би Ну Ну Справедливости Ради Сейчас Самое Фишное Время Но Вы Сами Видите Вот Такие Вот Есть Челы На 100 Ну ладно Все Всем Спасибо За Просмотр Увидимся